В Слово Божие по-настоящему вникаем, то оно имеет на нас влияние. Оно остается в нашем сердце и в нашем духе. Если мы не вникаем, нам неинтересно, откровенно говоря, то оно не будет иметь никакой силы. Пусть Господь благословит, чтобы Слово для нас, оно по-настоящему стало живым и действенным. И в Слове Божьем есть сила, оно весомо. Пусть Господь нас сегодня благословит откровениями свыше. И свою проповедь я назвал «Небесный энтузиазм». И перед тем, как мы начнем нашу беседу, я хотел бы рассказать вам одну историю. Она случилась со мной примерно 10 лет назад. Я пошел на рынок покупать фрукты. Мне нужно было определенное количество фруктов купить. И около прилавка, где был продавец, стоял старичок. И он беседовал с продавцом. И краем уха я услышал, что этот человек, он проповедует Евангелие. Я подхожу к прилавку и говорю, мне вот такое-то количество нужно, допустим, яблок. А на да, хорошо, я вам сейчас взвешу. И этот старичок говорит, и мне одно. Я поворачиваюсь к нему и говорю, ну у меня есть возможность даже и два вам купить. Он говорит, остановимся на одном. Но в итоге я купил ему все равно два, вопреки его желаниям. Потому что мое желание было купить ему два. И когда я с этими продуктами питания начал уходить, он еще раз повернулся ко мне и говорит, я буду молиться за тебя. И следующие слова, я над ними очень долго думал. И до сих пор как-то я трепет такое ощущаю. И он говорит мне, я знаю, что я буду в раю. И мы уже стали отдаляться друг от друга. И он так пальцем на меня показывает и говорит, надеюсь, что я тебя там увижу. Больше этого человека я никогда не видел. Меня аж сейчас, поверьте. Я задавался себе вопросами. Кто это был? С кем я говорил? Может быть, это ангел? А может быть, это был сам Бог? Но какие слова, они до сих пор в моем сердце. Он сказал, я знаю, что я буду в раю. И я надеюсь, что там мы с тобой встретимся, и я тебя там увижу. Итак, небесный энтузиазм. И первое местописание, первое послание к Коринфянам, 16 глава. Короткое определение слова энтузиазм. Энтузиазм – это то состояние, в котором человек способен к высокой степени воодушевления. У человека будто вырастают крылья. Появляется мощная мотивация, активность и жизнерадостность. Вот что такое энтузиазм. Итак, первое послание к Коринфянам, 16 глава, и мы будем читать 15 текст. И здесь апостол Павел пишет. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефаново, что оно есть начаток Ахай, и что они посвятили себя на служение святым. Ахай – провинциальный городок, местечко греческое. Город Коринф – полумиллионный город, богатый город, портовый город. Он в основном состоял из рабов, которые служили правящему классу. Так вот, в этом местечке по благовестию апостола Павла рождается религиозная община. И начатком этой общины, после Павла, было семейство Стефаново. Но, как мы понимаем, из слова «семейство» – это не один человек. И вот я немного себе позволил представить, как все было в этом местечке Ахаи, где родилась церковь. Павел проповедует кому-то из семейства Стефаново. И тот слышит радостную весть о Христе Иисусе. Может быть, сразу, а может быть, нет, он принимает это слово в свое сердце. И оно начинает внутри него жить. Но у этого человека из семейства Стефаново есть еще родные. И, конечно, он не может держать это слово. Вспомним себя, когда мы услышали проповедь Евангелия. Мы горячо проповедуем. Брат Дмитрий говорил, что они были в миссионерской поездке. Да? И вот кто-то из семейства Стефаново проповедует своим родным и близким. И те принимают слово Божье. И вот уже группа людей, которые способны влиять, у них в сердце есть истина Бога Живого. Они начаток, они начали что-то новое. Понятно, что в этом местечке Ахаи свои культурные особенности, свои традиции, устои, обычаи. И здесь появляется нечто новое. Церковь. Церковь Бога Живого. Ну ладно, начать. А начинать-то мы, наверное, понимаем, что трудно. Вы кто-нибудь начинали когда-то с нуля? Трудно это? Это очень трудно. Где-то ты что-то не понимаешь, как нужно делать. И не знаешь своих дальнейших шагов. Но в тебе внутри есть вдохновение. Источник моего вдохновения, как и нашего, всех вместе взятых, это Бог. И вот есть энтузиазм. Ты летишь на крыльях. Тебя практически ничто не останавливает. Ты вдохновенный человек Богом. И вот они проповедуют. Они начали. Ну ладно, начать. А нужно же ведь еще и продолжать. А мало ли с чем ты будешь сталкиваться. Возможно, какие-то трудности. Подводные камни, как мы говорим. Хочу вам рассказать одну историю. Она, конечно, уже претерпела какие-то изменения, но суть этой истории. Итак, в одну из стран третьего мира уезжает миссионер. Молодой пастор горит, что называется, огнем для проповеди Евангелия. Готов всему миру говорить об Иисусе Христе. И вот он приезжает в бедную страну, допустим, Африка. И начинает церковь, начинает свидетельствовать, проповедовать, служить. Как может. Он приехал с семьей. Так же стоят скамейки, все под открытым небом. Приходят люди на его проповедь, на его служение. Уходят люди. Никто толком не остается. Но все время он замечает одного мальчика. Он постоянно приходил к нему на служение. Незаметный мальчуган. И слушал, с жадностью слушал проповедь Евангелия от этого молодого служителя. Проходят дни, недели, месяца, церковь не растет. Становится еще труднее, еще тяжелее. Этот проповедник задает вопросы, задает вопросы и себе, и Богу. Что? Что я делаю не так? Где люди? Ведь это радостная весть, ведь это благое дело. Что случилось? Ответа не поступает. Но на служение приходит один и тот же мальчик. С течением определенного отрезка времени этот служитель возвращается в страну. И честно сказать, он опускает руки. Результата не было видно. Не было очевидного результата. По крайней мере, он его не видел. Проходят так же годы. Он служит. Он не перестал служить Богу. И вот уже, когда он стал пожилым человеком, его позвали на одну из конференций. И на этой конференции одну часть взял на себя молодой проповедник из Африки. Он горячо проповедовал Евангелие. Он свидетельствовал о чудесах и знамениях. И когда служение закончилось, этот молодой проповедник подходит к этому пожилому человеку и говорит, вы не помните, наверное, меня. И этот старичок говорит, нет, наверное, мы с вами не знакомы. И тогда говорит он следующие слова, этот молодой парень, «Это я тот мальчик, который был тогда у вас там, когда вы были миссионером в моей стране». Представляете, какой результат. Представляете, что пережил этот человек. А что переживал в эти моменты этот молодой пастор. Он сохранил то слово, которое он услышал от этого служителя. Слава нашему Господу. Слава нашему Господу. Не нужно своих рук опускать. Если мы что-то начали, и это благословляет Господь, то нужно идти дальше, трудиться, проповедовать, служить, как мы обещали, в доброй и чистой совести, и приносить плоды Богу. Да, возможно, что будет трудно и тяжело. Нас в библейской школе учили, братья и сестры, что идеальных условий для служения не будет. Вы не рассчитывайте на это. Если есть действие, то есть противодействие. Вы призваны служить. Ваш источник вдохновения – Бог. Так вот, Он пусть вас вдохновляет. Так пусть вот это Слово, которое вы читаете, ежедневно, оно становится для вас живым, становится опорой в жизни. Слава Иисусу Христу. Следующее место Писания, на которое хотелось бы обратить наше внимание, оно записано в Деяниях. Книга «Деяния апостолов», 20 глава, 24 текст. Итак, «Деяния святых апостолов», 20 глава и 24 текст. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Апостол Павел был призван Богом на то, чтобы проповедовать Евангелие язычникам. Посмотрите на эту приставку в этом тексте Священного Писания. Только бы с радостью исполнить то поприще. С радостью. Я уверен в том, что Павел не был халатным человеком ни к служению, ни к состоянию своего сердца. Он, я думаю, заглядывал в свое сердце. Он на все сто процентов отдавал себя служению. Он говорит, я не дорожу своей жизнью. Он готов был принести ее в жертву. Но одновременно он и понимает, и сам пишет, что, братья, принесите жертву живую для разумного служения вашего Богу. Разумного. Мы разумно служим Богу. У нас есть разум. Нам нужно заботиться о состоянии своего сердца, чтобы вот этот запал, вот этот заряд, он не потух. В нем, в апостоле Павле, во всех посланиях, которые он написал, я вижу, что в этом человеке была серьезная мотивация внутри служить Богу. И он служил Богу, как мы видим. И мы знаем из его истории и из жизни, сколько он притепел, кораблекрушения, побивали палками и так дальше. Можно было уйти на покой. Я достаточно сделал для церкви, для людей. Я постарался донести Евангелие и донес его, но нет. Апостол Павел не успокаивается на этом. Мне бы с радостью, мне бы самому здесь внутри не потушить бы этот огонь благовестия, а наоборот, с огромной силой донести людям, чтобы они так же зажглись от меня. Еще одна история, она связана со мной. Интересная. Вы знаете, тоже была конференция, братское общение. И после того, как закончилось служение, ко мне подходит брат. Я его знал, мы вместе работали, но потом был перерыв. У него своя жизнь, у меня своя жизнь и так дальше. И вот он подходит ко мне и говорит, ты знаешь, я хочу поблагодарить тебя. А когда мы работали, он был неверующим человеком. Я был верующим. Он говорит, я хочу поблагодарить тебя. Именно от тебя я услышал Слово Божье. Именно от тебя. И я старался копаться в своей памяти и вспоминать, когда же это было, когда непосредственно ему я свидетельствовал или проповедовал. И такого момента я не обнаружил внутри себя. Но вспомнил другое, что да, были в перерывы от работы, когда я проповедовал людям, там просто рядом с нами работали и верующие. И так была какая-то тема для беседы. Мы с удовольствием говорили, где-то даже спорили. А он был таким косвенным слушателем. Он в стороне всегда сидел. Так вот, я понимаю, что Господь говорил как к нашим братьям, так и к Нему. И в какое-то мгновение, какое-то, возможно, одно слово, оно запало в его сердце. И он не остался к Нему равнодушен. прошли так же года, время какое-то, и он стал верующим человеком. Вы знаете, когда мы видим плоды своих трудов, это ведь придает силы. Хочется идти дальше, служить, проповедовать, служить по той силе, которую дает нам сегодня Бог. Он дает эту силу, Он дает нам сегодня вдохновение. Знаете, сегодня утром я вышел, еще не нужно было ехать в церковь, и так интересно получилось, даже где-то смешно для меня. Я вышел рано утром и вспоминаю, мне же сегодня проповедовать. Мне же проповедовать. простите. Я в течение всей недели вот эти места Священного Писания прокручивал у себя в сердце. И где-то, знаете, Бог давал такие отрывки. Он старался мне помочь, чтобы мне сегодня донести в полном объеме, ну, по крайней мере, постараться максимально донести и понятно ту тему, которую я хочу сегодня говорить. И Он давал вот эти вот отрывки, такие всплески, знаете, которые загорались и не гасли, какие-то истории. Некоторые, конечно, я буду упускать. Вот таким вот образом Бог нас поддерживает сегодня, каждого из нас. И если возможно, у кого-то руки опускаются и нет какого-то вдохновения, посмотрите на апостола Павла, друзья, ведь он точно такой же человек, и он говорит, мне бы с радостью, да, я мог бы опускать руки, повернуть назад, я сталкиваюсь с этими людьми, они не понимают того, что я говорю, да сколько можно, я ведь несу доброту, добрую весть о спасении, они побивают меня еще, да как так, что же это за парадоксы такие, но нет, он говорит, я получил нечто важное от самого Господа, это мое поприще, и нужно дойти до конца, как бы там ни было, а будет всякое и разное, ты может быть увидишь плоды своего труда, может быть не увидишь, но если ты четко знаешь, что тебя призвал Господь, то трудись сегодня, ведь сегодня Он дает тебе силу, не кто-то посторонний, а сам Бог дает тебе силу служить, и эта сила ни с чем не сравнится, у вас бывало так, друзья, когда вы сами себе проповедуете, и понимаете, что это не вы так говорите, а Бог говорит, что это слово ты не мог сам придумать, ты не смог подойти к этому умозаключению, это только откровение свыше, из Божьего сердца может быть такое слово, и вы знаете, что я в эти моменты замечаю, оно достаточно простое, и дает тебе ясность, и указывает тебе путь, и этот вектор направления, и Господи Боже, как же зажигаются глаза и сердце, и хочется дальше идти, бывает и такое, я про себя сейчас говорю, как же не хочется, я честно говорю, да что же такое, да как же так, но я же столько работаю, это труд, это же благословение, не понимают, нет никакого отклика, да, сегодня, возможно, нет никакого отклика, а послезавтра этот отклик будет, и знаете от кого? От Бога, Он тебе скажет, верный и добрый раб, ты верным оказался, да, ты не увидел чего-то, хотя желал этого, но сегодня я тебе говорю, Бог великий, ты верный и добрый раб, ты не ожесточился, ты не пошел на попятную, ты с радостью исполнил то, что было тебе вверено, слава Господу, слава Господу, понятно, что бывает какая-то загнанность, какая-то усталость, а знаете, есть формула от того, чтобы убрать эту загнанность и усталость, это Слово Божье, и знаете, что Слово Божье говорит? Послание к римлянам, 12 глава и 11 текст, давайте мы откроем вместе с вами, всем хорошо знакомый текст Священного Писания, апостол Павел пишет, он знал, о чем он пишет, он все это переживал, он прошел через какие-то моменты, трудные или нетрудные, но он прошел, и он пишет, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, и кому? и Господу служите все вместе, вот эта формула, от самого Господа, друзья, вот это вдохновение, вот этот энтузиазм, воодушевление, в усердии не ослабей, ни в коем случае не ослабей, не приходите на служение, как на каторгу, чтобы только лишь отсидеть эти два часа, и все, уйти и забыть, что здесь было, и не вспомнить того, что проповедовали, о чем молились, какие имена были в молитвах, нет, не нужно такого, Бог не хочет этого, каждого из нас Он помнит сегодня, за тех, за кого мы молимся, Он помнит, Он знает нас всех по имени, у Него небесный энтузиазм, Он есть в нас, друзья, конечно, бывают времена, не скрываю такого, что ты ходишь унылый весь, какое-то отчаяние, разочарование, ты с чем-то столкнулся, не понимаешь вообще, почему это все так произошло, ты же в принципе хороший парень, и от тебя злого не жди, ну вот так вот с тобой с хорошим парнем или с девушкой получилось, но ведь ничего страшного, жизнь-то на этом не остановилась, вы смотрели когда-нибудь про Олимпийские игры? Вот после Олимпийских игр, красота спорта, атлеты, соревнования, и после них через какое-то время идут Паралимпийские игры, на трибунах мало людей, у экранов телевизора, ну тоже, но это не зрелище, а я вот смотрю, бывает, я восхищаюсь этими людьми, я смотрю определенные виды спорта, плавание, легкоатлетика, и вот когда смотришь плавание на этого человека, без рук, который плывет к своей заветной мечте, первое место на Олимпийских играх, без рук, я задаю себе вопросы, Господи, да как это вообще все возможно, а он плывет, он дышит, он плывет, а до этого соревнования сколько всего было, и побед, и промахов, и на тренировках ничего не хотелось сделать, но вот он в усердии этот человек не ослабел, он, можно сказать, духом пламенел, понимаете, а мы с руками, с ногами, здоровые люди, мы служим Богу сегодня, и у нас есть это усердие, и у нас есть этот пламень, духа в нашем сердце, и он не погас, потому что сам Христос говорит за нас сегодня, вы свет этому миру, вот именно вы, вот именно тебя я избрал для этого, и с унылым лицом не получится проповедовать Евангелие, мало кто услышит, и поверят ли такому Богу, ну понятно, что форматы проповеди, они бывают разные, они бывают разные, и вот когда я смотрю на этих паралимпийцев, я говорю, дай Бог им здоровья, какие же они молодцы, что же они из себя сегодня представляют, это люди с большой буквы, которые смогли переступить через что-то, но представить можно только, да, жил человек полноценной здоровой жизнью, случается какое-то несчастье, он остается без рук, у него была мечта, олимпийские игры, соревнования, участвовать, но теперь он не может, но есть паралимпийские игры, и он участвует, и он побеждает, он побеждает прежде всего внутри себя что-то, и он приходит к этой победе, он стоит на пьедестале почета, его видит весь мир, я не за популярность сейчас говорю, нас видит Бог, с каким сердцем мы сегодня служим, он видит все движения мыслей, как написано в Ветхом Завете, он видит наши сердечные намерения сегодня, для чего мы служим, и зачем мы служим, мы ведь служим Богу, слава Господу, за то, что Он избрал нас, и поставил в церкви служить, и дал нам дары, и таланты, чтобы они проявились, чтобы они послужили для людей, для Божьего Царства, это все в нас есть, это в нас растет и развивается, если в нас есть желание, не ка бы как служить, а отдаваться на все сто процентов.